Молодежка Поклонники, приезжавшие в театр эстрады задолго до начала представления, сразу попадали в объятия динамовских талисманов. Волк и Динамчик с радостью фотографировались со всеми желающими. Наш клуб дружит с создателями молодежки. Совместная акция безусловно в радость динамовским болельщикам, которых, особенно девушек, в этот вечер было невероятно много. Случайно попала, абсолютно случайно на матч и вот так получилось. В первый раз, когда Динамо боролся за кубок Гагарина, ну, собственно, когда первый раз его выиграл, и там и понеслось. То есть я просто увидела эту силу, эту мощь этой команды, и просто меня так это захватило. У меня все началось с моего брата. Брат у меня хоккеист, и именно на матч Динамо первый раз, два года назад, привел именно он меня. У меня сестра этим заболела. Мне очень интересно стало, что за хоккей, особенно вот Еременко меня интересует очень сильно. Любить сериал и любить хоккей пока еще не одно и то же. Но абсолютно очевидно, интересные истории о хоккейной жизни и обо всем, что ее окружает, добавляют зрителей главной игре России. Больше их становится и на матчах Динамо. Ведь и талантам, и поклонникам есть чему поучиться у двукратных обладателей кубка Гагарина. Основное отличие в Динамо всегда было в том, что без звезд, именно командной игрой, сплоченностью и зарядом, потому что Олег Варевич, конечно, из команды делал просто супермашины, и то, как он заряжал ребят, видно просто, как хоккеисты бегают по полю, насколько они мощно вообще, насколько они с какой самодачей бегают вообще. Этого качества, мне кажется, не хватает вообще всем. Это очень полезная история. У молодежки впереди долгое турне. У Динамо, надеемся, не менее долгий плей-офф. Пусть и одним, и другим сопутствуют аншлаги, победы и положительные эмоции. Субтитры создавал DimaTorzok